Всем привет, меня зовут Роман, в эфире новости, но перед тем как начнем по традиции про маски, вам напоминаю. Где носить я думаю вы знаете, в общественном транспорте, при посещении магазинов и в принципе каких-либо подобных мест, но носите не забывайте. Почему? Правильно, потому что помрете все. Умрем мы конечно все, но как бы хотелось бы этот момент немножко отложить. И маска один из тех методов, который при конечно условии, что все носят маски, это позволит сделать. Маски препятствуют не только распространению коронавируса воздушно-капельным путем, но и других респираторных заболеваний. Напоминаю, что от гриппа при этом мрет не так уж и мало людей. К слову, самое время для гриппа просто. Поэтому носите маски, соблюдайте масочную вежливость и носите маски. Окей, крипта. Я же понимаю, что вы ради нее только сюда и пришли, да? Проклятые майнеры. Короче, появился очередной скам криптовалюты. Ну по крайней мере скам она или нет пока не очень понятно, но Raptorium уже привел к тому, что процессоры AMD в нашей стране пропали как вид. Ну по крайней мере процессоры 3000 и 5000. Почему? Правильно, потому что эта криптовалюта в основном, но не только, майнится на процессорах и как бы майнеры побежали скупать все процессоры от AMD. Не то чтобы это было на текущий момент сильно прибыльным делом, если честно. Доходность так себе. Для самого удачного процессора 5900X калькуляторы обещают доходность в 5 долларов в день. Но в реальности это где-то в районе 3-3,5. Насколько это выгодно и окупается с учетом того, что нужна материнская плата, блок питания, оперативная память, охлаждение, сам процессор? Большой вопрос. Но к дефициту процессоров AMD данная криптовалюта уже привела. Насколько она будет популярной? Впоследствии не повторит ли она успех Чия? То есть не сотрется ли в истории и майнеры будут как бы с болью в сердце и не только распродавать свои майнинг фермы? Но это мы еще увидим. Ну или не увидим, кто знает. Но Raptorium, как и в принципе все криптовалюты вслед за биткоином, сейчас падает. А падает он потому что в США поставлен ротчерк на очередном документе, ужесточающем скажем так контроль за майнингом, налоги, там вот эти вот все в США. Ну как бы окей, почему бы и нет? Это же отличный повод прекратить майнинг или нет? Ладно, когда запретят пуп майнинг, тогда и поговорим. Ну вы же понимаете, что дефицит процессоров из Raptorium это не все плохие новости на сегодня, да? Понимаете? Ну вот короче 200 миллиметровые кремневые пластины на 20% подорожали. А это значит что? Правильно, что подорожает все что из них делается. Спойлер, 200 миллиметровые пластины очень популярны при производстве всего, скажем так, процессорообразного. Так что готовьтесь к тому, что дорожать будет все. Ну и опять же предприятия, которые производят вот все вот это вот микроэлектронное, в частности TSMC и все остальные потихоньку продолжают поднимать цены. Сейчас речь идет о том, что TSMC поднимет цены на 10%, а следующий за ним производитель в Корее поднимет цены аж на 20%. Ну как говорится, почему бы и нет? Лучше конечно нет, но ничего с этим не поделаешь. Окей, давайте к действительно важным новостям перейдем, хотя наверное стоит вам сказать, что глава компании Nvidia, Дженсен, не Адам Дженсен, не путайте, говорит нам о том, что дефицит графических чипов до конца 2022 будет с нами. Ну то есть до момента выхода RTX 4000 серии. Будем надеяться, что видеокарты Intel, которые должны выйти, все-таки данную ситуацию переменят. Шансов на это, если честно, если с майнингом эфира например, ну или в принципе с Proof of Work майнингом ничего не случится, на это не так много. Ну ладно, ладно, от Nvidia есть и более серьезные новости. Как вам 7 декабря запуск в продажу? RTX 2060 на 12 гигабайт самое время, как вы считаете? С рекомендованной ценой 150-200 баксов, с реальной ценой, к сожалению, ну как сейчас продаются 2066 гигабайт в 900 долларов за новую. Посмотрим, что из этого выйдет, но как никогда своевременный анонс. Ну еще один своевременный анонс от Nvidia, это конечно DLSS 2.3, который в принципе довольно давно уже существует. Ну и хорошо забытая, но как говорится, как никогда новая технология Ultra Scaling and Sharping. Ну в общем аналог FSR от компании Nvidia, ну как бы Nvidia вновь готова продвигать и внедрять. Good job! FSR уже появился практически везде, особенно в Steam Deck. Он прям будет встроен на уровне операционной системы и работать будет по идее со всеми играми, но Nvidia решила, что свою подобную технологию тоже стоило бы запустить. Ну опять же у компании Nvidia она, что самое смешное, была уже довольно давно, еще до выхода FSR. И сейчас ее решили откопать и как бы снова представить миру. Ну и ладно, давайте одну нормальную новость вам расскажу, напоследок это Intel 12-го поколения Elder Lake. Но не в настольный сегмент, про настольный сегмент мы уже в принципе все знаем. Оперативная память DDR5, конь-огонь, а прирост производительности относительно DDR4 практически отсутствует. Материнские платы вообще, каких-то космических денег местами стоят, ну 2200 долларов за материнку с полным покрытием. Я помню, а срок выпускала лимитку за косарь. Но 2200 с фулл кавером? На мать, вы серьезно? Нет, я понимаю, что глядя на цены на видеокарту компания Gigabyte решила отличиться, но новость не про это. Это так просто, без затравочки. Процессоры Intel Elder Lake должны к новому году, ну или немножко после появиться в ноутбуках. 12800H, 12900H и вот это вот все. И в Geekbench появились тесты этих процессоров, что в однопотоке ну примерно плюс 20-30 процентов относительно процессоров предыдущего поколения, как Intel, так и AMD. И что самое интересное, в мультипотоке эти процессоры тоже быстрее. Если говорить конкретно про 12800H, это у нас 6 быстрых ядер с хипертрейдингом и 8, ну скажем так, little ядер в комплекте. То есть в сумме 20 потоков. 12 плюс 8. Естественно это больше, чем 16 потоков у 11800H и 5800H. И как ни странно, процессор примерно на такое же значение разницы в потоках, быстрее в многопотоке. Правда к тестам Geekbench нужно относиться с пониманием. У старшей модели с этим небольшие проблемы. В Geekbench просто на 30 процентов быстрее, в однопотоке на 18 процентов быстрее в многопотоке. А результат по итогу немножко не дотягивает до того, что нам обещают. И подобное превосходство мобильного процессора вселяет ровно такие же опасения, что по итогу мы получим процессор до 10 процентов быстрее в играх и абсолютно паритетно с уже существующими процессорами в многопоточных задачах. Хотел бы приятно ошибиться, но все-таки 20 потоков против 16 в сумме должны как бы сыграть свою роль и он должен быть хотя бы вот на это значение, то есть процентов на 10 быстрее в многопотоке. Ну и тогда это будет пусть не прорывной какой-то шаг, но шажок в будущее. Тем более, что как не хай процессор Alder Lake планировщик, который скидывает работу операционной системы на литровые ядра при играх. Работы корректно. Если конечно игра у вас запускается, потому что Denoula, ну а Denoula сейчас отказывается и этот вопрос будет решен. Но и будет очень интересно посмотреть на эти ноутбуки, поскольку Intel 10, SuperFin, ну или Intel 7 как он еще называется, 10 нанометров естественно, будет довольно интересным форматом в ноутбуке и очень хочется увидеть. Потому что 20 поточный проц в ноуте будет только у Intel, а возможно и 24 поточный по итогу. У AMD процессоры с таким количеством ядер в ноутбуке появятся еще очень нескоро и придется ждать Zen 4, но там нам обещают сразу 16 настоящих ядер. Ладно, на этом действительно все. Напоминаю про маски, напоминаю, что у нас завтра в 18.30 и до 20.30 в четверг. И каждый четверг у нас проходит стрим, можете на него прийти, задать мне вопросы и получить от меня ответы. Но только приносите с собой интересные вопросы, а не тот вопрос, который вы за три минуты можете нагуглить в гугле по первой ссылке. Это так, на всякий случай. Можете и такие переносить уже. Ладно, чего уж там. YouTube-канал, наверное, вы про него уже в курсе, вы его прямо сейчас смотрите. Подписывайтесь, кстати, чтобы ничего не пропустить. У нас тут топ ноутбуков выходит на этой неделе. Он вам будет, наверное, очень интересен. Ну а если хотите знать, что у нас в работе, у нас есть для этого ВКонтакте. Красивые картиночки в Инстаграме и чат в Телеграме, где даже иногда можно услышать от меня ответы, если, конечно, сослаться на меня в вопросе. Ну а на этом действительно все. Всем пока и до следующих новостей.